Кока-Кола, Макдональдс, Старбакс или, к примеру, Бургер Кинг. Именно эти мировые бренды приходят в голову, когда речь идет о франчайзинге. Однако франчайзинг давно зашел в малый и средний бизнес Казахстана и способствует его развитию. На форуме Казларда Франч 2017 обсуждали самые последние тренды в этой отрасли, презентованные казахстанские бренды. История франчайзинга в Казахстане началась в далеком 1994 году со строительства завода по производству продукции именитого мирового бренда. С тех пор в истории франчайзинга были как успешные, так и не очень примеры импорта франшиз. В 90-е и в начале нулевых наши предприниматели больше покупали марки извне. Относительно недавно начал развиваться рынок отечественных франшиз. Наша задача, чтобы было увеличение предпринимательства, и в частности казахстанских предпринимателей, и, конечно, казлардинских, в том числе, научить этим технологиям, благодаря которым они быстро могут открыть свой бизнес. Ну и мы не только зацикли на импорте франшиз, более того, я хотел бы сказать, что иностранные франшизы у нас, наших членов, всего-то там 10-20%. Мы ориентируемся на казахстанские бренды, мы создаем казахстанские бренды, и мы хотим, чтобы между регионами покупались казахстанские бренды. Сегодня отечественный франчайзинг представляет более 400 казахстанских марок. Одну из них возглавляет Бахачан Жумадзилов. Его компания занимается производством биопродукции, отвечающая современным требованиям, а самое главное – современной моде. Полезное питание постепенно завоевывает рынок. Теперь это предприятие ищет партнера в нашем регионе. Есть у нас представители в других странах, в Австрии есть, в Чехии есть, в Турции есть, в России, в Узбекистане. Мы на рынке только год, мы приехали искать партнеров, мы ищем компанию партнеров, которые будут заниматься нашей продукцией. Здесь надо будет рассказывать людям, дегустировать, собирать презентацию, кулинарную школу организовать, где можно показать, как можно испечь хлеб. Из нашей продукции. Другие блюда приготовить, рассказать о пользе. У нас 10 наименований. Не может не радовать и развитие козлординских брендов. Сегодня идет подготовка выхода на франчайзинг сети ресторанов быстрого питания. Интерес к маркетагам проявляют предприниматели из разных регионов. В целом, покупка франшизы – это отличное решение для начала своего бизнеса, уверены эксперты. Есть даже статистика. Если из числа стартапов после первого года в бизнесе на плаву остаются только 15-20% бизнес-проектов, то дело, начатое по готовой франшизе, может стать успешным с вероятностью до 80%. Чингис Улиханова, Талгат Садыков, Канат Мохамбетов, телеканал «Козларда». Спасибо.